Всем привет! С вами Юля на канале Суккулентно-Сная и сегодня у нас очередная распаковочка посылочки. Это посылочка у нас из города Тула. Заказывала растение у девушки, которая блог ведет на Дзене. Суккулент лайф, по-моему, называется, забыла, или суккулент лов. Короче, напишу, добавлю в описании ссылочку на продавца обязательно. И сейчас давайте смотреть, что же мне все-таки пришло. Итак, первое растение. Не знаю, что там. Интересно, будут ли подписаны растения, потому что так по названиям я, честно говоря, не помню. О! Ой, подарки! Батюшки, подарки я пока отложу, буду смотреть попозже, что там за подарки. Но я уже краем глаза успела посмотреть, там какая-то прелесть. Так, это у нас кто? Это... Блин. А, Грабтоверия Калифорния Сансет. Точно. Вот такой вот череночек. По форме немножко напоминает себя до нос Баумера, конечно, но это пока что он будет другой совершенно, когда подрастет. Ну, окрашивается он, насколько я знаю, в коричневые такие оттеночки. Да, вот так вот, я думаю, будет получше немножко видно. Тут небольшой череночек, ой, тут и череночек, горешочек есть. Так, смотрим дальше. Так, а дальше у нас Сидоверия Баттерфилд. Это вот я, как вижу, листовая деточка, уже такая достаточно подросшая, то есть видно тут материнский листик достаточно крупный. То есть я так думаю, она может вырасти крупненькой. По форме листика мне вот очень напоминает Сиду Моргана. Тоже такие заостренные, но я так понимаю, она будет, ну, прямостоячая расти, не ампельная, как Сиду Моргана. Тоже листики заостренные, хорошенький череночек. Так, а следующее растение это Сидоверия Уайтстоун Кроп. Да, Кроп. Честно говоря, первый раз я увидела такое растение, ни разу до этого я его не видела. Может быть, оно такое просто не часто встречающееся. Это череночек на срез. Такой, как видите, розовато, немножко бордовенького цвета, красиво уходит. Интересно, конечно, растение. Вот правда, первый раз я его увидела, когда, ну, видимо, смотрела, ну, наличие растений у этой девушки, которая заказала растение. Кстати, очень интересные есть виды, которые, ну, не так уж часто встречаются в продаже. Как я уже говорила, ссылочку оставлю в описании, ну, ссылку на блог на Яндексе. Поэтому, если что, заходите, тоже посмотрите, что есть в продаже. Ну, а следующее растение это у нас Эхиверия Лилоцина. Все, вроде бы, не самая такая редкая Эхиверия, но я за ней гоняюсь что-то уже так давно достаточно. Все, никак мне не удается ее купить. Вот такие вот у нее красивые листья, лиловые, такие голубовато-лиловые, заостренные, немножко, как видите, они не прямые, а завернутые. Это растение с корнями. Буду растить красавицу большую-большую. Следующее растение это черенок от растения Седум Комикстум. Тоже, честное слово, первый раз я увидела такой Седум. Я этого ни разу с ним не встречалась, не сталкивалась, не видела. Но он мне сразу очень понравился за свой налет и красивую форму листьев. И также кончики листиков у него будут окрашиваться. И я надеюсь, что он будет расти так же хорошо и активно, как и все остальные Седумы. Следующая прелесть это гриптоверия Милки Уэй. Тоже еще одно растение, которое я первый раз увидела в каталоге у Екатерины. У нее на фотографии был изображен большой-большой кустик этой гриптоверии. Вообще, я очень люблю, кстати, кустики, поэтому, надеюсь, у меня тоже она так же хорошо разрастется. Создам все необходимые для этого условия. Очень у нее нежные постельные оттенки. Вот, наверное, самое подходящее слово для описания этой гриптоверии. Это нежная, такая нежная и прям вот аккуратненькая. Так, а следующее растение это пахифитом ганджуа. Короче, все его по-разному называют. Такой пахифитом я покупала когда-то листочком. Вроде бы они должны хорошо размножаться листом, но чего-то у меня он уже полгода стоит. С корнями этот лист, а детку так и не дает. Ну вот мне попался наконец-то черенок. Они, кстати, вырастают очень красивые, с жирными листьями и удивительным розовым цветом. Наверное, именно за розовый цвет я так захотела этот пахифитом. Вообще пахифитом у меня, конечно, не очень много, но все они мне всегда радуют своими толстыми листиками. Мне очень нравится, что они не отсушивают листья, ну, практически прям совсем. Сочные, жирненькие листики. Ну, а следующий череночек укорененный это эхиверия Таня. Очень интересная, я так понимаю, она не крупная будет, но цвет такой фиолетовый с налетом. И краешки листьев, ребрышки листьев окрашиваются в бордовый цвет. Я так понимаю, это, наверное, листовая деточка, может быть. А, нет, нет или нет, черенок, наверное, был укоренен, срезанный. Маленький, аккуратненький. Очень хорошенький, плотненький. Кстати, посылка ехала всего, там, сколько, два, наверное, или три дня. То есть даже не успели подсохнуть черенки в посылке. Ну, а следующее растение это Сидеверия Литл Бьюти. Тоже раньше я не встречала такое растение. Может быть, как-то замечала, но не обратила на него внимание. А вот, кстати, зря. Очень нежный зеленовый цвет, светло-зеленый. И окрашивающиеся кончики листьев. Все-таки удивительное растение суккуленты, огромное разнообразие видов. И даже одно и то же, ну, одни и те же растения, допустим, эхиверия, там, кучу сортов разных, можно смотреть, бесконечно просто. И все больше и больше будет хотеться новых растений в коллекцию. Собственно говоря, так вот со мной и происходит. Так, ну а следующее растение, и последнее, собственно говоря, в заказе, это Эхиверия Сноу Уайт. Очень у нее интересны такие листики, форма заостренная. И что мне очень понравилось, у нее, как видите, есть такие белесые полосочки на листиках. Это вот такой вот двуголовый кустик. Ой, как кустик. Двуголовый череночек, но с корешочками с небольшими, со свежими розовенькими. В общем, я считаю, что это очень удачная у меня посылочка приехала, потому что растения очень интересны именно по виду. И не самые такие распространенные, я бы так сказала. Ну а в завершение заказа, именно этой распаковки, хочу показать еще парочку подарочков, которые мне положила Екатерина к заказу. Честно говоря, я не совсем знаю, кто это, что это за растения. Надо будет их подрастить уже и тогда узнавать, кто это такие. Но они такие прям миленькие, очаровательные, прям слов нет. Миниатюрные такие очень, прям, смотрите, какие нежные цвета. Мне кажется, суккулентами можно любоваться вечно. Ну, в общем-то, весь заказ, то есть все содержимое посылочки я вам показала. А заодно хочу рассказать про растения, которые я получила буквально в другой посылочке на днях. С этой посылкой прошло все не очень удачно. Но тут не дело вовсе не в продавце. В продавце я прям уверена была уже на 100%. Я покупала уже много раз. Тут немножко плохо сработала почта России. Ну, как бы не совсем даже почта. Не знаю, кто виноват. В общем, коробка почтовая была вся отсыревшая. То есть она, видимо, очень долго стояла на улице или где-то, может быть, попала в лужу. Но она была отсыревшая и промятая. И если, допустим, эхиверия крупная, это вот эхиверия гвоидная гилва. То есть если с ней все хорошо, как и с другими эхивериями. Кстати, вот еще у меня тут, ну, заодно уже начала показывать. Покажу гибридный немножко черный принц, двуголовое растение. Парочка тут эхиверий. Ситоза. Ситоза деминута. И обычная ситоза. Вот. Еще я тут пополнила свою коллекцию вот такой прекрасной эхиверии надулоза. Тут на некоторых листиках даже вот есть наросты красивые. Цвет, конечно, просто космический. Такой темно-бордовый, как, не знаю, винный цвет, я бы его так назвала. Еще очень мне понравилась эхиверия агавоидная ред. Растение после зимовки, поэтому немножко не отпоенное. Но это все дело времени. Еще тут у меня парочка череночков. Это эхиверия мексиканский гигант, по-моему. Но она, так понимаю, была деточкой, поэтому она немножко сплюзнутая. Но она потом распрямится, когда укоренится, и начнет расти. А это, так, пахифитум. Пахифитум брактиосум. Тоже с жирными, огромными прям листьями. Череночек. Так, они все доехали, кстати, очень хорошо. Пахиверия драка. Пахиверия пахифитоиды с фриегатной. Тоже очень я ее давно хотела. Очень красивые у нее листья с белыми полосочками. Пахиверия клавифолия тоже. Вообще, пахиверия они классные. Что уж тут. Так, эхиверия шавиана пинг фрилс. Такая тоже крупненькая достаточно розеточка. Пора бы уже, конечно, их посадить. А то у меня пару дней уже лежат растения из посылки. Ну, тут еще парочка маленьких череночков у меня есть. И, в общем-то, я хочу показать растения, с которым произошла небольшая проблема, собственно, грейзика. Ну, из, скажем так, отсыревания посылки. И, я так понимаю, надолго провела очень в холодном, сыром помещении. И вот внутреннее содержимое было посылки тоже достаточно сырое. То есть с эхивериями ничего не случилось. А вот крестовник роулево-рейгатный. Это была вот одна веточка. Я ее сейчас разрезала. Он немножко, как видите, с ним случилась беда. Вот эта вот нижняя часть ветки. Более сомнительно я ее отрезала сразу. Потому что, ну, зачем рисковать? Может, хотя бы верхняя часть укоренится нормально. Но мне продавец сказал, что, типа, вроде как, в следующий раз, если он погибнет, то положит мне ее к заказу еще раз. Ну, я, конечно, очень надеюсь, что она выживет. То, как бы, в принципе, даже никто тут на самом деле не виноват в том, что посылка отсырела и, как бы, замерз крестовник. Все-таки это вот как раз тот самый риск, на который мы идем, заказывая растения в холодное время года. Ну, это нужно понимать, что никто не может гарантировать стопроцентное, как бы, качество растений в посылке. Хотя упаковано все было прям по высшему разряду. Кстати, ссылочку на продавца вот этих растений я тоже обязательно оставлю. Это, кстати, вот заказывал через Instagram. Echeveria Kids Family Friends, по-моему, называется страничка. Длинное название, ссылку, говорил, оставлю. И ведь именно у них я заказала свою самую-самую-самую первую посылку с суккулентами, которая вообще была в моей жизни. То есть для меня тогда это было как-то очень странно, что как это так вообще растения в посылке? Во тьме, думаю, наверное, там все мертвые придут. А нет, все отлично. И, в общем-то, именно с этой странички у меня началась такая вот, скажем так, эпоха суккулентных посылок. То есть не помню, когда, по-моему, год назад заказывала я у них первый раз. В общем-то, вот эта вот самая такая крупняшка из того заказа. Ну, в общем-то, вот на сегодня тогда все. Все ссылочки в описании. Благодарю за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok